Музыка Марина Цветаева написала о последнем месяце лета. Август астры, август звезды. И действительно, сейчас наступает самый благоприятный период, чтобы наблюдать падающие звезды. Сегодня у нас в гостях человек, который будет не просто созерцать, но фиксировать в вечности. Эти волшебные космические моменты. Это фотограф Олег Буцкий. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Начнем мы с того, что ваше любимое время – это утро, и вы фотограф, который ловит рассветы, туманы. Вы даже создали клуб единомышленников. Делитесь опытом, снимаете вместе. Расскажите, пожалуйста, как выбираете маршрут, и что учитываете при подготовке к утренней фотографии? Каким образом вообще происходит это все? На самом деле процесс достаточно длительный и очень интересный. Каким образом? С самого начала, наверное. То есть идея рождается изначально. Мы понимаем, что мы хотим. Пытаемся найти какие-то красивые места, неизбитые места. Ну, опять же, да, чтобы были какие-то красивые ландшафты, возможно, какие-то были здания, какой-то передний план более-менее интересный, озера, мосты, лодки и так далее. То есть после того, как мы нашли это место, мы начинаем уделять очень огромное внимание погоде. Погода, потому что для нас является, наверное, одним из самых важных определяющих факторов в утренней съемке. Почему? Потому что важно, чтобы у нас совпала, наверное, наша идея с нашими возможностями. Потому что, скажем так, очень жестко, наверное, отслеживаю большое количество метеосайтов профессиональных для того, чтобы понимать, будет ли у нас туман или его не будет. Будет ли у нас красивая облачность, которая даст нам красивый свет или нет. То есть, скажем так, вот для того, чтобы создать и подготовить какой-то маршрут, у меня уходит около недели. То есть в воскресенье мы съездили на какой-то выезд, мы отсняли материал, и с понедельника я уже начинаю готовиться на следующие выходные. То есть автором идей являетесь именно вы практически всегда? Ну, как мои коллеги меня называют, да, генератор идей – это я. Но, конечно же, я прислушиваюсь к мнению своих коллег, к мнению людей, которые со мной выезжают. Потому что одна голова-то хорошо и один взгляд хорошо, но когда взглядов много, это еще лучше. При этом фото-клуб уже сейчас довольно-таки большой. За недолгий промежуток времени за недолгие собрались люди, которые встают ни свет, ни заря, чтобы отправиться с вами фотографировать солнышко на рассвете. Почему люди приходят в фото-клуб, как вы думаете? Ну, в первую очередь, наверное, туда приходят люди, которые на самом деле уже действительно состоялись, да, и у людей есть определенный жизненный опыт, и люди по большому счету ездят, чтобы получать удовольствие. Потому что здесь основным моментом как раз является получение какой-то, наверное, удовлетворенности, получение какого-то, наверное, такого вот наслаждения, отлюбование природы, отлюбование того, как ты своими глазами видишь, как рождается новый день. Вот это, конечно, вообще, вот это, наверное, самое дорогое, что может быть. И, понимаете, передать на словах, ну, достаточно сложно. Поэтому всегда, я всегда всем говорю, и вам говорю, и вас приглашаю обязательно посетить данного рода выезда. При этом тот результат, который видим и мы на страницах социальных сетей, да, на странице официального журнала National Geographic, это все-таки большая работа фотографов. Потому что у начинающих фотографов и даже у профессиональных уже встает часто вопрос, как сделать фотографию так, как я вижу. Потому что это куча нюансов технических, остающихся за кулисами, скажем так. Вот приоткройте тайну именно. Да, на самом деле, какая тайна? Здесь, в первую очередь, наверное, важно это желание. Желание самого человека понять, разобраться в каких-то деталях, в каких-то тонкостях, связанных непосредственно с технической составляющей фотосъемки. Независимо от того, там, будь она пейзажная или какая-то портретная. То есть это важно, потому что если у человека есть желание понять, как работает аппарат, фотоаппарат, да, понять, как работает его матрица и все остальное, то это очень большое дело. Потому что когда человек приезжает, опять же, мы говорим о пейзажной съемке, непосредственно уже на какую-то локацию для съемки, здесь нет времени для каких-то раздумий. То есть здесь важно уже сконцентрироваться и ловить ту картинку, ловить тот кадр, который мы хотим увидеть. Потому что время быстротечно, солнце, тем более летом, оно встает очень быстро. И уловить вот эти вот рассветные мгновения, уловить вот этот вот теплый, красивый свет, нужно успеть это сделать. Поэтому времени, как правило, на технические какие-то аспекты не хватает. То есть желательно, конечно, научиться этому. Тогда, как только человек понимает и умеет, ну, успех, я думаю, привез к нему. Получаются те самые шедевральные кадры. Совершенно верно. И я начала с метеоритных дождей, которые как раз у нас сейчас стартуют, знаменитые потоки Персеид. Вы решили тоже не упускать момента и попробовать сфотографировать звездное небо. Что вот в такой съемке, какие особенности, к чему готовитесь? Да, скажем так, вот этот вот метеорный поток, который у нас сейчас будет в самые ближайшие дни, точнее, он уже у нас идет. Да, мы говорим о пике этого явления. Мы снимаем уже, я снимаю это явление уже четвертый, вот в этом году это будет четвертый год подряд. Скажем так, все года, которые были предшествующие, это были, наверное, такие учебные. Вот, в этом году у меня уже есть четкие задачи, которые я перед собой поставил, что я хочу получить, как я хочу получить, для того, чтобы уже, наверное, дойти до той цели, которая вот передо мной стоит. Есть, конечно, особенности в ночной съемке, это достаточно, это большая отдельная тема, которая подлежит в том числе и изучению мной, да, потому что я много чего не знаю, я много чего хочу узнать. А как это можно узнать? Соответственно, это только практика. Практика, практика и практика. Поэтому, то есть, те знания, которые у нас есть, у меня есть, вот я постараюсь передать, помочь ребятам вот именно в том выезде, который у нас будет. То есть, для того, чтобы вот у кого-то получили, у всех, ну, конечно, хотелось бы, чтобы у всех получились какие-то хорошие кадры, чтобы потом можно было похвастаться. При этом, предварительно, перед вот этой главной съемкой августа, не так давно вы организовали подсолонных тур, где тоже немножко порепетировали, да, ночные фотографии вместе с участниками клуба. Да, совершенно верно. У нас было, проходило несколько, скажем, несколько мероприятий тренировочных, тренировочных перед предстоящей поездкой. То есть, первое, это выезд, ночной выезд был у нас. Мы брали с собой, мы просили оказать помощь, скажем так, знающего человека, да, то есть, можно назвать, человек, который увлекается астрономией, с телескопами, со всеми там спецсредствами. Вот, то есть, нам человек объяснил, рассказал все, как это нужно делать, то есть, всей нашей компании. Вот, и после этого мы уже начали, скажем так, тренироваться, начали тренировку на подсолнухах. То есть, и вот сейчас плавно с подсолнухов мы переходим уже на основной, да, на основной источник съемки – это звезды. Ну, и можете дать несколько советов нашим телезрителям, которые, может быть, без фотоаппарата захотят посмотреть на падающие звезды, загадать желание, куда лучше уехать, где лучше наблюдать, созерцать? Ну, как вам сказать, самое важное – просто понимать, где этот поток у нас будет лучше виден. В силу того, что у нас все-таки 21 век, и у нас сейчас практически вся Рязанская область находится в таком хорошем освещении, да, поэтому в черте города, конечно, будет очень сложно увидеть. Соответственно, нам нужно выезжать за пределы, за черту города Рязани, и чем дальше, тем лучше. То есть, нужно попытаться найти такое место, где световое загрязнение, скажем так, минимальное. Мы, вот, в частности, наш клуб, мои коллеги, мы уезжаем на север. То есть, в северной стороне нашего бездонного неба будет находиться как раз вот этот метеорный поток, то есть основная, да, масса. То есть, мы выбрали такое место, где действительно не будет никаких засветок, ничего, где небо будет бездонным, и мы будем все это видеть даже невооруженным глазом. И замечу сразу то, что с нами собирается достаточно большое количество людей, которые не являются фотографами. То есть, люди едут с палатками, люди едут со своими термосами и так далее, то есть, просто люди едут посозерцать. Напомним, по прогнозам специалистов, в моменты максимума ожидается около 100 метеоров в час. Если по каким-то причинам вы пропустите падающие звезды, ищите их на снимках у членов клуба Уистока. У нас в гостях был Олег Бутский. Мы прощаемся с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!